Всем привет! Сегодня я продолжу тему ретаргетинга анимации в Blender. В этот раз мы рассмотрим единственный платный инструмент из всех, про которые я уже рассказывал. Он называется Autorig Pro. Этот аддон популярен среди тех, кто занимается анимацией и риггингом Blender. Я коротко покажу его в возможности риггинга и перейдем непосредственно к ретаргету. Если вам интересен подробный урок по риггингу в Autorig Pro, то напишите в комментариях. Если будет хотя бы несколько желающих, я сделаю подробное видео. Для риггинга я буду использовать этого персонажа в аниме стиле. Риггинг в этом аддоне похож на риггинг в сервисе Миксама. Выделяем персонаж и ставим маркеры для шеи, подбородка, плеч, запястья, таза и лодыжек. Если лицевой риг не нужен, жмем Go. Появляется скелет из так называемых референсных костей. Это аналог метарига в Rigify. Если вы не знаете, что такое метариг и для чего он служит, то посмотрите мои уроки про риггинг в Rigify. Проверим, все ли кости на своих местах. Здесь можно сразу посмотреть, в какую сторону будут направлены полюсы инверсной кинематики и соответственно, куда будет гнуться конечность. Если все устраивает, жмем Match to Rig. Появляется ригг с контролами. Выделяем персонажа, потом ригг. Идем на вкладку Skin и жмем Bind. Проверим, как двигается персонаж и гнуться к конечности. Для автоматического ригга все работает неплохо. Конечно, надо будет еще рисовать веса и может быть делать корректирующий шипкей. Но тема этого урока ретаргет. Поэтому такие подробности оставим для будущих видео. Загрузим в Blender анимацию с Mixama. Я выбрал подходящую к стилю персонажа. Перейдем в Edit Mode. Поменяем Pivot Point в сцене на 3D курсор. Изменим видимость ригга источника анимации. Отмасштабируем скелет из Mixama до размеров персонажа. После этого откроем вкладку Remap. В окошке Источник выбираем ригг с Mixama. Далее кликаем на Freeze Source Armature. Появилось окошко для целевого ригга. Здесь указываем риг, который сделали с помощью аддона. Жмем Build Bones List. Аддон автоматически создал вписок соответствующих костей для ретаргета. Найдем кость Hip в списке. Она в риге от Mixama главная. В списке ей соответствует Root Master в AvtoRig Pro. Поставим галочку на Set As Root. Так мы дали понять аддону, что эти кости главные в обоих ригах. Найдем в списке левую ступню. Ступня рига источника привязана в данный момент к ступне прямой кинематики в AvtoRig Pro. Для лучшего результата поменяем эту привязку на ступню инверсной кинематики. Поставим галочку на EK и укажем полюс инверсной кинематики для этой левой ноги. Повторим то же самое для правой ступни. Как часто бывает при ретаргетинге, начальные позы скелетов должны быть одинаковые. В данный момент это не так. Чтобы исправить, жмем Redefine Rest Os. Убираем кости, положение которых надо изменить. Жмем Copy Selected Bones Rotation. Далее жмем Применить. Нажмем значок шестеренки рядом с кнопкой Retarget. Появляются еще две кнопки. Bind Only и Unbind Only. С помощью первой можно связать два рига и посмотреть как проигрывается анимация. При этом ключи анимации не запекаются на целевом риге. С помощью второй можно отвязать риги друг от друга. Посмотрим на анимацию целевого рига. Его ноги неестественно вытянуты. Чтобы исправить, жмем кнопку Retarget. Теперь выделим в списке Control с именем Root Master. Жмем кнопку Interactive Tweaks. Здесь можно исправить положение костей, их поворот или положение. Нам в этом случае надо пустить Control пониже. Жмем на соответствующую кнопку. В этом случае это минус Y. Обратите внимание, что правая нога плавает при анимации. Как это исправить, я показывал видео про сервис DeepMotion. Выделим Control инвертной кинематики правой ступни. Идем в Graph Editor. Скроем все, кроме кривых X, Y и Z Location. Выделим их. Жмем S Y 0. Теперь выделим только кривую Z Location и подвигаем ее, чтобы ступня поднялась на нужный уровень. Ретаргетинг готов. Рассмотрим теперь другой случай, где аддон не сможет автоматически создать список костей. Для этого я использую персонажа из DDoS Studio и ту же анимацию из Mixamo. Так же как и в прошлый раз, выбираем риг источник и целевой риг. Только в этот раз кнопку Freeze Armature надо использовать в обоих случаях. При нажатии Build Bounce List генерируется список только для рига источника. Колонку для целевого рига надо заполнять самостоятельно. Если вы не знаете, какие кости целевого рига соответствуют костям рига источника, то просто выделяйте их в Pause Mode, жмите F2 и копируйте имя через Ctrl-C и вставляйте список через Ctrl-V. После того как список готов, не забудьте исправить начальную позу рига источника. Жмем кнопку Retarget. Если все работает как надо, можно сохранить список костей как пресет для использования в будущем. Как видите, этот аддон хорошо справляется с ретаргетингом анимации для разных ригов. В нем есть все инструменты, нужные для этого. Можно сохранять пресеты, редактировать анимацию, и что очень удобно, делать ретаргет для костей инверсной кинематики. С помощью Autorig Pro вы можете быстро сделать риг для любого персонажа и анимируйте его, используя готовые анимации. Я купил его на Blender Market после того, как некоторое время пользовался народной версией, и не жалею об этом. Автор Autorig Pro проделал очень хорошую работу. Такая работа должна обязательно оплачиваться. Если вам понравился аддон и этот урок, то не забудьте про лайк. Это поможет развитию канала и моей мотивации для новых видео. Не забудьте подписаться, и чтобы ничего не пропустить, обязательно нажмите колокольчик. Всем удачи, пока!